какой-то степени это даже прикольно что знаете у них и традиционализм сохранен и в том числе они так быстро на все эти новые энергии перешли то есть на электричество на гибриды просто поразительно и сегодня я покажу вам тот самый автомобиль который все ждали мы уже видели его в электрическом виде и это одна из лучших машин по соотношению цена-качество которое у них получилось но сегодня это гибрид потому что это должно было случиться причем гибрид достаточно интересный в котором на самом деле есть некоторые доработки которые как мне кажется пошли не по плану у китайцев или пошли в разрез с нашими ожиданиями потому что это воя passion гибрид и сразу же поясню почему я этот автомобиль именно считаю крутым и вообще чтобы вы понимали за что его любят потому что это пять метров в длину очень много места внутри и в том числе хорошие задние сидения с электроприводом и атаманками за то что у него есть пневма и мне в нем комфортно и спереди и задние места вообще топовые там действительно много места все раскладывается в ровный пол но я думаю все кто смотрел первое видео прекрасно понимают и за то что этот автомобиль хорошо настроен причем таким с заднеприводным даже акцентом на треке будет интересно порулить это не совсем бесчувственный китаец как как их очень много уже в том числе аватар 12 но подождите скоро расскажу и все это вы получаете по цене бы у немца какого-нибудь на двухлитровом двигателе например в котором не будет ни пневме ничего подобного то есть эта машина действительно сочетает себе очень много качеств крутых и при этом стоит 5 миллионов рублей новая естественно в енкарс блина где еще то у официалов она стоит 8 800 и они совершенно точно думают что это гораздо больше воя чем все остальные вои поэтому здесь зафигачили просто миллиард своих значков может быть даже посчитать их 102 значка лучше бы они пустили все свои силы в лошадиные силы своих электромоторов знаете почему потому что самая главная особенность этого гибрида в том что он бляха не такой как должен был быть по крайней мере не такой как я ожидал как вы ожидали наверное потому что мы знаем прекрасно пользуются огромной популярностью воя free однако они решили что здесь мы сделаем другой такой же гибрид как на воя дримере на дримере который у нас называется dream по некоторым соображениям российского представительства до тем не менее гибрид которым двигатель внутреннего сгорания все-таки будет принимать участие в движении но только в тех режимах до когда ему это комфортно заключаться он будет через одноступенчатый редуктор когда скорость будет уже в районе там 80 100 км в час чтобы просто помогать машине ехать то есть его мощность вы использовать постоянно не сможете и это вроде бы минус с одной стороны потому что мы теряем в этой мощности спереди у нас электромотор 170 лошадиных сил сзади 210 там 217 это мало на самом деле мало особенно для тех кто до этого покатался успел оценить электрическую версию в любом случае суммарная отдача вроде бы больше 530 лошадиных сил и 790 ньютон метров а у электрички у нас 510 лошадиных сил и 730 ньютон метров но былин пользоваться этим этой мощностью ты не можешь а это значит что она не будет такой динамичный пауэр молд пауэр рев драйв мод на спорт превращается разгазовать прогазовать не получится погнали 40 50 60 а потом вся мощность нет вы видели 5 и 5 кто там говорил что 5 и 9 до и 6 нет будет быстрее вот двигатель нас заработал чтобы всю мощь получить но хочется чтобы он работал сразу потому что на самом деле мне кажется у нас ничего не получится у меня fuel first fuel first это english first у меня fuel first хочу сразу чтоб работала не получается приоритет тормоза как и у всех погнали вот здесь 274 526 5 и 2 сейчас уже получше сейчас не было такого разрыва между обычным и спортом то есть сейчас как будто он был более готов к тому чтобы пульнуть хорошо сейчас может быть третий раз с отключением системы стабилизации и может быть да немножко надо ее просадить чтобы чтобы он сразу включил приоритет топлива и работал потому что не всегда тут раз прям сильно было заметно как он подключился и попер и хочу посмотреть что будет на скорости вот я еду тридцать сорок пятьдесят погнали 3 не 1 8 120 3 и 1 так чтобы вы понимали это аватар 500 с лишним сил электричка так едет 3 1 то есть на скорости динамика очень крутая уже ускорение как же хочется вот прям спорт 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 пожалуйста без задержек без затупов последняя попытка 269 5 и 2 5 24 5 16 еще быстрее все быстрее быстрее 5 штат на походу новая сейчас тут немножко адаптируется под новые условия и будет фигачить сразу с двигателем 268 496 вот она 496 сразу с двигателем 496 пожалуйста из 5 вышли а это уже приближается да там к показателям вайфри короче если у вас двигатель сразу работает то вы получаете как раз мощности больше может быть он вот так потихоньку потихоньку она начинает в рабочий режим входить конечно сейчас у него расход у нас подскочит но все равно мы сейчас добываем динамику и узнаем реальность гибридного пешин в общем идея у них конечно же была другой для того чтобы вы получили все-таки автомобиль на все случаи жизни они только для городской езды как коими все электрички обычно являются батарея здесь 43 киловатт-час не самая маленькая это хорошо то есть в принципе по расходу вои электрической у которой электромотора мощнее она должна проезжать даже больше 200 километров я думаю что где-то 230 от учитывая то что здесь электромотор и слабее значит еще и больше это хорошо бак здесь при этом на 51 литр что в совокупности с двигателем внутреннего сгорания который теперь-то под капотом вместо багажника полтора литра 136 лошадиных сил который работает в лучших для себя режимах особо сильно не напрягается и расходует там как по опыту уже в дримере и вои скорее всего до 9 литров здесь еще потому что он еще более слабенький вам его должно хватить километров на пятьсот шестьсот в лучшем случае я думаю 600 еще добавится то есть суммарный запас хода может достигать 800 километров мне кажется да посмотрим действительно это интересно ведь ради собственно этого запаса хода он и задуман потому что ну по крайней мере они хотели чтобы так было до чтобы было много запасов хода потому что цифры то указаны изначально тысяча сто тысяча двести вот такие примерно и вот вопрос сможет ли он показать в общем история такая да мы немножко израсходовали батарейку теперь подключается двигатель гораздо активно вот одна проблема нет этой кнопки принудительного блин заряжание заряжай меня сейчас и интересно будет вот как сейчас в спорте или не в спорте он догонит это добьет ли он батарейку она у меня просел уже ниже 87 7 будет ли у меня опять 80 например вот во время спокойной нормальной езды и давайте прямо перейдем в комфорт 77 о вернулся ничего себе хотя я просто спокойно ехал называется с постоянной скоростью 50 то есть не быстро городская история при этом если вы думаете что здесь у нас жара все хорошо и классно то нет сегодня ночью минус 3 будет сейчас температура стремится к нулю 10 правду еще еще 10 но не 20 уже блин такой гибрид тоже вот я сейчас перевел не все лтисе а нормальный потому как тратишь на расчет так как-то странно так и называется там в общем не сил тисе не оптимистичный а нормальный по расходу и он мне прогнозирует что у меня сразу вместо там 70 километров 41 километр на топливе только на топливе однако на батарее у меня вырос даже запас хода вот это интересно то есть видимо много действительно стоянок было настолько что было нехорошо и оказывается он сам себя дозаряжает все таки вот сейчас выехали проехали буквально не знаю 15 10 15 минут 10 на 15 еще не проехали выезжали было 65 теперь 69 процента заряда и что меня гораздо больше радует что расход топлива не растет хотя у нас стоит fuel first я в индивидуале все поставил еду еду немедленно до 80 км в час постоянное ускорение миллиард светофоров то есть типичная городская история и работает работает до зарядка еще даже упал то есть расход на одну десятую то есть по идее ничего он меньше но 69 так и осталось 3 плюс 3 проценте а теперь достало время поговорить о самом интересном за весь пробег этого автомобиля сейчас расскажу вам сколько какие показания сколько расходует топлива сколько расходует электричество значит заходим вот сюда статистика путешествия на английском языке в базе у вас уже английский то есть китайский английский вы можете выбирать значит за фантастические 17 и 3 километра пробега у вас 21 и 7 киловатт час на 100 километров расход батарейки и за фантастические 16 3 километра у вас 7 и 4 расход топлива 7 и 4 то есть ну вот так вот с момента вообще за весь за весь пробег этого автомобиля грандиозные 138 километров у вас расход топлива пол литра на 100 километров и расход батареи 34 и 3 что говорит нам о чем что в эту машину как плеснули каплю топлива так она и ездит с ним а все остальное время они ездят чисто на электричестве в том числе просто она стоит вот половина времени она реально просто стоит клево что есть вот эти ползунки и все можно посмотреть соответственно спереди не только значки воя отличительны вообще что это решетка они просто закрытая да здесь история но и в том числе вот здесь воздухозаборники все увеличилось вообще губа и низ другой мне кажется это уже выглядит как простая достаточно классическая машина с двигателя внутреннего сгорания без какого-либо уже шарма вот этого который был в пешине изначально свое мнение можете написать в комментариях как и в электричке у вас может быть пружинная подвеска или пневмоподвеска какие-то мелкие изменения естественно по кузову они произошли чтобы легче было отмечать отвечать отличать сзади в том числе у вас вот такой вот в стиле хон че мне кажется какой-то спойлерок появился разделительный вроде бы вблизи выглядит прикольно издалека мне кажется вот прям он какой-то лишний здесь ну либо очень странно расположен вот этот угол наверное мне не нравится в остальном машина один в один ну естественно там немножко другие диски ну и начнем с отличий внутри это естественно дополненные режимы или чуть-чуть изменившиеся потому что теперь у вас есть приоритет электро и приоритет двигателя тут вот такого как в ойфри чтобы ты мог ползунки поставить и всякие галочки чтобы обязательно работал двигатель и заряжал вашу батарейку невозможно добиться вот сейчас мы стоим нет она не будет заряжать себя чисто от двигателя тратя драгоценное топливо чтобы батарейка ваша там чувствовала себя хорошо том числе есть и просто гибридный режим в котором но она сама тоже будет все это выбирать относительно каких-либо кондиций все на своих местах это один из лучших мне кажется даже серых интерьеров по сочетанию всех материалов в том числе и как это какой серый цвет не совсем он убогий обычно мне я ненавижу серый интерьер но здесь есть различия какие-то да по цветам в том числе комбинация неплохая плюс катара очень много где чего спасает и как это выглядит и как это чувствуется на ощупь в том числе ну и сами сидения они обычные то есть не фантастические но достаточно удобный плюс массаж вентиляция обогрев все это есть задний ряд я тоже думаю вы прекрасно помните ну и фирменный конечно же фирменные воевский руль вот этой немножко странной формы и пришпандорина и пластиковая пиндюрина воя ну такое кое-где сенсоры причем много сенсоров особенно на руле особенно вот здесь особенно вот здесь везде практически сенсоры кроме наверное регулировки руля которая хотя бы у вас хоть какая-то механическая у вас спрятана в этот дисплейчик это немножко подбешивает все-таки хотелось бы кнопки у вас вот здесь вот есть есть стеклоподъемников прикольные могли быть добавить еще и управление зеркала но нет хотя бы это в отдельном дисплее в отдельном меню которое можно быстро вызвать то есть да вот раз два три все все переселкал быстро нашел также как и управление подвеска которую можно задрать нажимаешь race и райзинг все мы полетели вверх прикольно вот миллион камер одну туда вывел одну сюда когда повороте просто включил все начал показывать все что есть вокруг что-то там кто едет оповещение звуковые перекресток где-то задом выезжаешь оповещение все все тебе все ты в курсе даже если ты вообще ничего не понимаешь постоянно идет контроль тебя и это не вот обрубание да какое-то нет такого то есть в этой машине все равно ты сам едешь короче ощущение не супер может быть космической где там сильно долго много думали над дизайнами заморачивались но нормально собранный хорошо сочетание по сочетанию материалов и отделки во всем практически да вот как будто бы цена-качество вариант из разряда кроме вот этих вот разве что мерцающих всплывающих ночью сквозь пластиковые вставки подсветок все остальное прям хорошо но есть конечно моменты где ты немножко офигеваешь от того например как жестко здесь закрываются такие модные козырьки вот так выглядит фиолетовая машина хороший цвет мне кажется он идет как раз пешину в гибриде будет классно и вот это нашлепка сзади очень сильно выделяется тут же у нас спойлер это лишили сделали такую в стиле хомчи ну горит прикольно по крайней мере сопоставимо с полоской в задних фонарях но кнопку так и не сделали тоже обидно потому что блин ходишь бродишь колобродишь белую я бы не брал слишком как-то простовато выглядит для нее вот фиолетовый классный цвет черный пойдет фиолетовый классный белый мне кажется простит и багажник естественно есть на ключе а бензиновый крышечка так просто не открывается вот что вот что вот она примерзла нет вроде мы или только что до руками надо нажать тыкнуть я уже забыл на самом деле два зарядных порта ну конечно у китайцев с этим нет проблем все пошел на тест-драйв уже да на расхват на самом деле немножко вот он чистости добавилось неплохо выглядит такой прям строгий вот как все любят на самом деле он без выпендрежи от тени аватары не вот это вот он такой классика жанра вот как машину современную сейчас должны были сделать любые китайцы мне кажется так чтобы ее захотели вообще все потому что все равно как ни крути а в китае преобладает вот это обожествление и все еще такое более ну предрасположенность их вот реально предрасположенность еще к европейским машинам они уже понимают что они старое говно но все равно идут и покупают их потому что так делали их отцы деды и все остальные потому что всегда в китае они были почете и популярны глазами вроде видишь что китайские новые машины в общем мега современные до крутые интересные но доверия такого как ко всему тому что было раньше еще нет и вот мне кажется они сделали правильно вот этот дизайн он прям вот для них вот прям чтобы ломать стереотипы сто процентов ну и по качеству тоже мне нравится в принципе такой прям вот реально хорошо сделанная машина без огрехов где-то везде там внутри по отделке обивки так что да у меня для вас в принципе хорошие новости но для тех кто ждал такую же динамику как на электричке то нет теперь седаны действительно различаются увы один супер быстрый который в теории может выходить из 4 секунд и мы это проверили на самом деле если хотите увидеть то обязательно ставьте лайк а второй помедленнее может выходить из 5 секунд но может проезжать дальше и в принципе даже не делать вам мозги никогда по поводу где же там когда ли будь мне когда-ли будь заряжаться и надо заряжаться все уже нормально главное чтоб не сдувало нафиг даже в китай приходит зима небо почернело сейчас заметет снегом чувствуется сегодня минус 3 будет ну и на этом все не болейте выбирайте автомобили которые вам действительно нравится и до новых встреч пока